Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Вафлоссом, это второй эпизод по игре, и в предыдущем эпизоде мы добрались до второго сектора под названием Одинокий Остров, где мы получим новых поселенцев и заброшенный город, который можно будет исследовать. Итак, давайте-ка посмотрим, вот у нас Одинокий Остров, тут у нас два выживших, два дрифтера, мы за ними сейчас сразу же поплывем, потому что нам нужны новые свободные рабочие руки, чтобы заниматься всеми делами, ну и потом уже пойдем исследовать трещобы. Похоже, на этом острове есть небольшой заброшенный город, может мы найдем там что-нибудь полезное, вряд ли кто-то будет возражать, мы можем осмотреть руины этого острова, если там остались какие-нибудь древние технологии, они пригодятся для наших исследований, то есть мы тут уже будем получать очки исследований, чтобы открывать новые постройки, ну а новых постройок тут конечно не так много пока что, но думаю в будущем откроются. Так, у нас дом, далее мастерская, металлон перековывают в более полезные ресурсы, в трубы и болты, утилизатор пластика, ну что-то это наверное пока рановато нам, да? Тут у нас резервуары для воды и так далее. Рыбацкая лычуга, вот интересно, с помощью сети и наживки ловит рыбу, обитающую глубоко под городом. Забавно. Так, давайте вернемся в город, сейчас у нас видите уже спасатель пришел, сейчас он их заберет. Привет, пошли, все, хорош, сразу же двух. Отлично, ну мы сейчас займемся повседневными делами, что у нас там по запасам там, ну дров нет, у нас и дерева в принципе нет. Так, вообще тут есть лимиты производства, то есть мы например можем дрова ограничить до скажем 15, чтобы 5 воды всегда было, потому что сейчас потребление возрастет. Так, рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Наверное рыбку до 20 пока ограничим, там посмотрим. Ну и сухую древесину ограничивать не будем, воду тоже в принципе. Можно не ограничивать, потому что ее и так не хватает всегда. Ну-ка опять, давайте 5 сделаем. Вот как-то так, чтобы у нас свободные руки все-таки были время от времени. Итак, ресурсы. Тут у нас пластик. В принципе пластик не горит, так что давайте-ка мы пока не будем его собирать. Далее значит дровишки. Вот сюда. Один человек. И за рыбкой, что у нас там по рыбке? Рыбки 16, да? 8. В принципе есть, но скоро кончится тоже, надо тоже за рыбкой плавать. Так, вот она тут. Я уже приметил. Нормально. Итак, у нас новые рабочие руки уже пришли. Это у нас суши, луги, весер. Детское меню, нужно меньше еды. Вот это хорошо. Вот это прям хорошо. Так, убираем. Дальше хук. Это у нас что? Голодный бегемотик. Голод растет быстрее. Это плохо. Ну ничего, разберемся. Разберемся, сейчас надо все тут контролировать. Воды у нас еще 4 штуки. И нужно будет новые дома. Да, не хватает свободных домов. Запас воды на исходе. Но это ничего. Так, рыбку мы тоже все уже завялили, да? Ну нормально, ничего. Давайте-ка мы спланируем дома вот тут. Думаю, что... Ну-ка. Сначала помосты построим. Я хочу, чтобы вот туда... Так, как же тут сделать-то нет? Давайте-ка мы дом вот тут построим тогда. Сначала помост вот такой вот. Так, 8. Тут помост. Тут уже будет дом. А тут мы будем прямо сплошняком дома лепить. Например, вот до сюда. Как-нибудь. И будет хорошо. Так, ну что, ребята? Работайте. Работайте. Дровишки начали появляться. Также я хочу назначить главного по воде, чтобы вода всегда была. Например. Так, тут у нас бегемотик. Эй, алло. В принципе, без разницы кого. Вот, например, тебя, Вуди. Да, сэр, а тут-то можно ведь это... Тут можно и так добираться. В плавь. Чтобы лодку не занимать, да? Я думаю, это будет правильно. Вот. И у нас сейчас как там с занятостью там? Будем ли мы успевать делать воду? Вот что я беспокоюсь. У меня тут уже один раз игра забаговалась. То есть, на воду никто не шел. Воду никто не делал почему-то. Хотя дрова были. Сейчас, видите, дрова есть, а воду никто не делает. Приоритета тут никакого нет. Видите, нет топлива якобы. Но на самом деле топливо есть. Что-то не то. Так, это надо отрубить. Вот так вот. Если что, разберем, снова построим. Такой у меня вариант борьбы с багами. В случае чего. Опять нет топлива. Ну, ждем, когда топливо поставят тогда. Так, дровишки 8. А что если... Что если дровишки пока ограничат до 9? Например. Правильно? Правильно. И ждем тогда. Так, что у нас там с этими исследованиями-то? У нас уже нашли, видите, 15 древесины и 3 очка исследований. Но 3 очка это очень мало. Так, нам 3 очка, ни на что не хватит ведь, да? Тут минимум, видите, 5 нужных очков. Ну, ждем. Видите, короче говоря, трещобы у нас постепенно исследуются. Видите, все больше и больше сухой древесины мы там находим. Видимо, и очков тоже будет больше. В итоге. Так, что-то воду никто не идет делать, блин. Чем ты занимаешься, будем. Трубишь дрова, да? Так, ну, пока будем дома строить. Так, 6 дерева нужно. Наверное, я не буду успевать столько рыбы привозить. Так что давайте-ка мы ограничим до 10. Стим все-таки рыбешек. Ну, видите, что-то не работают лимиты. Это пока все-таки превью-версия. То есть игра еще не вышла в ранний доступ официально в Стиме. Так что не исключено, что все-таки баги еще есть, где я там. Так, пока отрубим тогда еще дерево. Точнее, дрова. Странно-странно. Пытаюсь я, короче говоря, перестроить заново дистиллятор. На самом деле это не смешно. Как бы с такими багами играть. Ну, ради того, чтобы посмотреть, что дальше будет, все-таки попробуем. Итак, у нас в трещупах уже найдены консервы. Найдены дрова. И 8 очков исследования. Уже можно что-то изучить. Но сначала все-таки надо решить проблему с водой. Все, дрова. Сейчас у нас должно быть... Вот, все, заработало. Заработало. Странный баг. Непонятный совершенно. Мне нужен склад, потому что у нас склады уже просто ломятся от ресурсов. Еще даже один дополнительный пришлось поставить. Так что давайте-ка мы изучим... Так, пожелись, да? Давайте-ка мы изучим склад. А, 10 очков. Блин. Изучил склад, называется, да? Ну, ладно. Не очень-то и хотелось. Хотя бы еще один домик построить, что ли. Вот, за деревом никто не мотается. Все, у нас кончилось исследование трущоб. 8 очков мы в итоге получили. Немного, конечно... Блин. Ну ладно, что. Проживем я с этим. Так, ну что ж. Похоже, что... Мы больше нигде не возьмем новых очков исследований. По крайней мере, в этом секторе. Так что я предлагаю... Изучить тогда дома. И проверить, будут ли они улучшаться. Тут, правда, нужен металлолом. Так, а тут у нас что? Импорт металлолом. Угу, понятно. Болты и все такое. Так, а где нам взять металлолом? Давай-ка подумаем. У нас пока один. Металлолом всяко плавать не будет нигде. Короче, как ни крути, а металлолом нужен. Что на дома, что на склады. Так что... Придется, видимо, ждать, пока мы металлолом новый не найдем. В этом секторе задерживаться особо не стоит. Хотя тут у нас дровишки. Можно пособирать пока что воду сделать. Но склады ломятся все-таки. Склады ломятся, так что я сейчас побольше складов поставлю. И можно будет отчаливать. Итак, дождался я пока построится пятый дом. Сейчас у нас у всех дома есть. Я думаю, можно сваливать из этого сектора, потому что больше тут уже делать нечего. В принципе, рессы в каждом секторе в изобилии. Так что можно уклывать. Рыбка у нас в запасе имеется. Будет что покушать. Дрова тоже есть. Так что воды должно хватить. Тем более сейчас у нас на склад воду отнесут. И сразу же выпьют, наверное, да? Да, сразу же выпьют. У нас тут одна уже чевиха болеет, но пока ничем помочь не могу. Так, ладно. Давайте-ка посмотрим, что у нас там по карте. По карте дальше у нас протекающая водяная вышка. Из этой огромной бочки, возвышающейся над деревней, течет вода. Больше никакой жажды. Заполнить резервуары. Ммм, круто. Движемся сюда. Там же у нас будет еще и нефть. Так, ну-кась. Из этой огромной бочки. Ага. Сбор ресурсов. Отлично. Далее, что еще имеется. Разрушенная фабрика. Говорят, раньше эти руины могли все небо затянуть тучами. Мы можем узнать что-то новое, если изучим реликвии внутри. Может, даже найдем немного нефти. Нефть. Это интересно, конечно, но мне больше нужна не нефть, а скорее металлом для моих домов и складов, которые еще даже не исследованы. Так, заброшенная лачуга. Очередной бедолага пытался построить дом из обломков. Может, внутри что-то осталось. Давайте вот в первую очередь исследуем заброшенную лачугу, потом уже за нефтью пойдем. Так, может быть, даже еще один причал с спасательной лодкой поставить. Думаю я. В принципе, складов у нас... В принципе, еще место на складах имеется. Так, что у нас там? В сердце города полно места. Так, ладно, давайте вот так вот протянем. Дальше надо еще произвести одну веревку. Так, дрова... А, тут ты уже не уберешь, да? Вот так вот сделаем. Вроде лимиты худо-бедно работают. То есть больше 15 дров... Так, подняка. Да, больше 15 дров пока мы не делаем. Хотя, может быть, просто не хватает дерева. Но вроде как я понаблюдал. Все должно работать. Далее... Пока у нас исследуется вот эта... Заброшенная лачуга у нас нет смысла посылать лодку. Может, она просто не поплывет. Что с рыбкой там? Рыбки 13. Вот за рыбкой можно... Сгонять куда-то. Там вдалеке она есть. А поближе? Поближе только тут. Так, ладно. Что еще у нас тут интересного-то? Там косяк рыбы. Тут у нас пластик. Все ясно. Так, ну давайте осмотрим хотя бы эту вышку-то. Вот она выглядит так. Звук текучей воды. Это у нас разрушенная фабрика. Какая-то она кислотная. Слегка. И заброшенная лачуга. Действительно лачуга. И действительно заброшенная. Надеюсь, там найдут дерево. Потому что мы дерево уже на исходе. Слегка. Так, кто-нибудь поплыл? Тут еще никто не поплыл. Это еще старые лесы разбирают. Так, ребята, давайте ускоряйтесь. Так, что он там найдет-то? А, ну да, мы сначала уже с доводой точно. Что-то я позабыл. Про воду совсем. Все. Вышку мы опустошили. Не так уж много там воды было. Судя по всему. Так, веревку мы уже сделали, да? Давайте построим причал. Попробуем, по крайней мере. Чего не хватает? Дровишек. Не хватает дерева. Все, мы сейчас пошли исследовать как раз заброшенную лачугу. Но ей там что-то хорошее найдут. Я даже надеюсь на металлолом. Может быть даже на очки исследований. Ни фига себе, она трясется там. Что-то нашел. Что такое-то консерва? Вот так это работает, да? Раньше было по-другому. Было вот так вот. Все, всего лишь пять консервов. Что-то не густо. Совсем не густо. Ну ладно. В принципе, можно дальше-дальше плыть. Тут не оставаться. Так, с нефтью пока подожжем. Нужны дрова. Вот тут мы дрова найдем. Так, ну-ка, давайте я уменьшу лимит по дровам все-таки. До девяти. Так много нам пока не надо. Нет, вот тринадцать. Нормально, очки исследований мы нашли. Отлично. Ну еще, я думаю, что склад надо исследовать. Может, это все равно металлом мы делать... Ну, естественно, делать мы его не можем. Это же базовый ресурс. Так что придется ждать, пока мы его найдем. Да, солнечный. Слушайте. А может быть нам... Тут нужно много сходить древесины. Импорт-экспорт. Давайте-ка мы солнечный тогда дискилятор изучим. Лучше там. Сам он будет вырабатывать воду. Судя по всему, без участия дров. Это будет круто. И еще один причал найдет у нас вот сюда. Отлично. Нужно будет потом еще потратиться на лодку. Для этого нужен пластик. Так, а пластик у нас пока нет. Ну-ка. Да, пластик у нас не добывается пока что. Так, придется плыть сюда. И за деревом у нас будет сейчас последняя ходка. Потом мы дерево пока прекратим добывать. Так, у нас в зоне... Плавание-то что-нибудь есть? Нет. Только пластик. Итак, поставил я еще одну сушилку. Пригодится. У нас сейчас дерева полно. Я думаю, сейчас можно уже будет отправляться. Сейчас мы маленечко еще пластика подобываем. И можно отправляться в следующую локацию. Но сначала нужно, конечно же, собрать нефть. Потому что как раз за счет нефти-то мы и будем переплывать между секторами. Так что... Сейчас посмотрим, что там за животное. Там написано, что это чайки. Так, все, собрали мы нефть. Сейчас отплываем. Пластик уже соберем на новом месте. Нечего его ждать. Да, надо будет причалы поставить вообще-то по всем сторонам. Что-то я все причалы в одном месте поставил. Думал, что так будет красивее, но не очень-то эффективно. Так, лодку я новую не сделал, да? Не хватает резов пока что. Ладно. Разберемся. Так, ну что, выплываем? Гнездо чайки. Одиноким чайкам тоже нужна компания. Хорош. Так, стоп. Посмотрим, что тут у нас в пределах видимости там. Резов особо нет. Так, сразу же тогда на рыбалку направлю. Ребят. Все остальное как-нибудь потом уже. Итак, гнездо чайки. Спасение чайки. Прикольно. Стефана. Она как житель, короче, будет тоже работать. Только нужен ли ей будет дом, это вопрос. Хорошо, дальше у нас тут еще заросшие скалы. На тех зеленых скалах куча живности, которая может нам пригодиться. Только бы не поскользнуться. Так, сырые водоросли. Может быть, их можно кушать, как вариант. И виадук. Видишь, тут бетонный остров. Выброшенных на него железных ламантинов можно разобрать на материалы для стройки. Вот он как раз и металлом. Так, давайте-ка мы полюбуемся на гнездо чаек. Вот она чайка. Так, далее, значит, у нас заросшие какой-то, заросшие скалы. Может быть, это дали чайк, корм, как вариант. Непонятно. Ну и бетонный остров. Угу. Тут у нас много металлума. Так, хорош. Чайку мы спасли. Вот она, сама летит. Сейчас мы ее припашем. Припахаем на что-нибудь. Она плавать, естественно, не может. Она может транспортировку, рыбалку и сбор ресурсов вокруг бойков. Вот такие вот бойки, они работают для чаек тоже. Так что можно даже, в принципе, взять и туда двоих назначить, как вариант. Лодка-то всего одна. Посмотрим, сработает ли. Такая чайка офигевшая. Не моргающая. Так, ладно. Ну, в принципе, птицы, они же не моргают, да? Чего им моргать-то? Так, не хватает домов. А, все-таки не хватает домов, да? Интересно. Чайке нужен домик. Слушайте, ну-ка. Да, у нее усталость тоже имеется. И голод. Чайка не пьет воду. Это хорошо. Так, ладно, что. Будем тогда ждать, пока у нас обыщут все. Исследование у нас уже поисследовано солнечное. Надо его только построить. Но не хватает пластика. Блин, я же еще хотел лодку сделать. Но все, видите, не хватает резов. Очень быстро расходуется еда. Так, где у нас пластик тут? Вот он, пластик. Слушай, чайка, она только транспортировка там между зданиями, да? Рыбалка и сбор ресурсов вокруг буйков. Давайте-ка мы сбор ресурсов вокруг буйков все-таки сделаем. Наверное, рыбачить ее не будем припахивать. Пока что. Пока что да. Там посмотрим. И да, с рыбалки надо сделать обратно вот так один. Все. Мы собрали водоросли. Сейчас мы будем, куда они там уходят. Считается ли это пищей? Ну-ка. Нет, не написано, что это пища, иначе бы отображалась пищевая ценность. Сырые водоросли просто. Видимо, продукт, точнее ресурс для чего-то другого. Так, хранение ресурсов, это я уже знаю вроде как. Вода отдельно. Строите резервуары. Было бы из чего. Так, чем занимается чайка? Что-то тащат один. О, всего одну единицу пластика. Немного она на самом деле транспортирует. Лучше бы я за челиками сгонял. Ну, а на чем? Чайка тоже прикольная. Что-то она как-то странно летит-то. Летит не по ГОСТу. По-моему. Подводная чайка. Так, построю я еще одну лодку. Может быть дело со сбором ресурсов пойдет быстрее. Так, и возобновим дрова. У нас, видите, уже с едой проблемы, с водой проблемы. Короче, я думаю, что в эту игру просто нужно играть маленечко шустрее. В плане том, что передвигаться между островами, их тут видите полно. И просто выполнять цели на текущей карте и не беспокоиться о ресурсах. Просто плыть дальше. А я что-то пытаюсь все время балансировать, чтобы все работало. Но, похоже, тут немножечко про другое игра-то. Интересно, что у нас рыба вообще кончилась на этой карте. Почти что не осталось ее. Только вот в одном месте я нашел. Больше рыбы нет. Придется мне отсюда в скором времени отчаливать. Причем надо сначала еще острова. Надо собирать. Тут у меня заросшие скалы еще остались. И металлолум. Без которого я уплыть просто не могу. Так что... Надо поторопиться. Так, может быть, заставить пока чайку рыбачить. Вот так вот. Пусть она гоняет за рыбой. А, вот еще рыбка. Повезло. Отлично. А, так тут еще много ее. Черда. Точно. Вообще полно ее. Вот это я, конечно... Ребята у меня все бегают голодными. Прям даже жалко их. Слегка. Ну, на самом деле, это все чайка виновата. Чайка рыбачит медленно. Гоняет, видите, с рыбой ПКД. По одной рыбке тащит. Если бы чайка работала быстрее, то у нас бы не было проблем. Вот уже привезли новую рыбу. Сейчас мы всех накормим. Так, я еще хотел построить этот солнечный... Дистиллятор. Ну-ка. Мне не хватает дров. Да, слушайте, дров-то нужно много. Точнее, сухих поленьев. Придется, наверное, в следующий раз построить уже. Так, мы собрали весь металлом. Можно отсюда, в принципе, уже уплывать. Сейчас только его до базы довезут. Я думаю, что у меня кто-то умрет даже. Потому что здоровье уже, видите, на нуле. Учайте, тоже на нуле, пачки что. Тут на нуле здоровье. И тут тоже, да. Ну, ничего. Как я не справился? У меня все еще не хватает одного дома. Так что... Ну-ка, ну-ка. А, можно, слушайте, вот этот дом поставить. 13-6. Ну, пока такого хватит. Не буду пока тратить металлолом. Ну-ка, подожди, улучшить-то можно? Что-то нельзя его улучшать. Странно, странно. Я думал, можно будет улучшить дом-то. Так, ну, вроде потихонечку жизнь налаживается. У нас ребята уже накормлены. Так что будем отплывать в следующий сектор. Ну, чё ж, на этом я, пожалуй, эпизод закончу. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. И вы ждете продолжения по этой игре на канале. А с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok